ребят всем привет вы на канале саня механик сегодня вам покажу honda серви 2008 год 200 24 регулировка клапанов для регулировки нам понадобится снять клапанную крышку отсоединить пару шланг как бы здесь хороший удобный доступ отсоединяем здесь шланги сейчас снимаем верхнюю крышечку убираем катушки сейчас это наглядно покажем убираем щуп сразу в сторону и откручиваем верхнюю крышку которая закрывает катушки открутили крышку все болты снимаем и здесь у нас 4 катушки отсоединяем разъемы и откручиваем 4 болта вытягиваем 4 катушки сняли здесь три шланги 1 2 3 и сейчас откручиваем два болтика ключиком на 10 убираем эту пластину в сторону она прикручивает клапана крышки здесь сняли разъемы убираем в сторону провода вот так чтобы они нам не мешали перекидываем здесь за трубочку это все они нам не мешают откручиваем пластинку откручиваем 4 катушки вытягиваем открутили 4 болта и вытаскиваем 4 катушки все теперь по периметру откручиваем гайки клапанной крышки открутили по кругу клапану крышку поснимали резинки и теперь снимаем крышку сняли клапанную крышку вот такой у нас открылся здесь обзор немножко у нас мешает здесь газовые шланги у кого на бензине немножко будет поудобнее ну вот убираем старую прокладку обязательно при снятии клапанной крышки ставится новая прокладка поставите на старую может быть подтекание масла берем трещотку я беру высокую головку на 19 так как здесь под крылки разрезанная ромашка в защитке здесь и сюда вставляем головку на 19 почему высокую чтобы она потом легче было ее оттуда вытянуть вот одели трещотку и таким образом крутим коленвал я не буду рассказывать вам про метки про вот эти шестерни как выставлять мертвые точки выставлять эти метки это реально занимает много времени нет смысла я вам покажу просто по кулачкам выставляем передний цилиндр у нас есть кулачки которые нажимают клапана просто по цилиндрам щас выставим первый цилиндр потом 2 3 4 так намного проще крутим коленвал и выставлять сейчас нему чтобы было видно вот я выстрел чтобы кулачки смотрели практически друг на друга немножко под наклоном вот видите вот кулачки смотрит и выпускной распредвал кулачок смотрит вот они смотрят практически друг на друга немножко под наклоном все это первый цилиндр мертвая . у нас везде зазоры сейчас мы будем проверять если сверить по метке то у нас должна примерно совпасть и метка 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 вот точечка со стрелочкой смотрит наверх и на шестерне вот видите две полоски на зубьях вот они тоже совпали это мертва . но я регулирую по кулачкам выставил кулачки напротив отрегулировал первый цилиндр потом прокрутил у меня также сама будут кулачки смотреть в каком положении будут смотреть друг на друга отрегулировал второй цилиндр потом крутим дальше кулачки смотрят друг напротив друга 3 и 4 без всяких метки градусы там и всего остального смотрите у нас по мануалу пишет первый распредвал который смотрит на нас от радиатора у нас пишет 021 025 зазор я делаю 025 впуск и выпуск у нас пишет там 028 032 я делаю 03 выпуск значит мы регулируем впуск 025 выпуск 03 поехали у нас здесь регулировочные гаечки гаечка ключик на 10 я беру головочку и трещоточку маленькую сначала срываю гайку потому что ключиком бывает немножко неудобно сорвать бывает сильно не зажаты немножко сорвал гайку открутил трещоточкой а потом уже регулируем здесь у нас на винте есть прорезь для отверточки и проводим регулировать берем шуб 025 и между регулировочным винтом и клапаном вставляем щупо здесь у меня видите щуп 025 не проходит клапан немножко поджат так самое пробовал выпуск 030 выпуск тоже не проходит щуп он зажат берем трещоткой срываем гаечку аичку придерживаем и отверточкой делаем регулировку заводим щуп ведь у нас тут сюда зашел еще немножко попустим вот щуп у нас здесь ходит и поджимаем поджимаем чтобы он вытягивался с небольшим усилием чтобы я мог его и вытягивать и вставлять ведь и вытягивается вставляется чуть я поджимаю больше его вытянуть могу оставить он не вставляется чуть-чуть попускаем вот чтоб туго ходил щуп здесь у нас зазор готов отверткой держим винт чтобы он не прокрутился и ключиком на 10 контргаем гайку не забываем перепроверять потому что когда гайку контргайте на витках немножко винт приподнимает зазор может послабо у нас отлично придерживаем винт и поджимаем отрегулировали переходим на второй клапан так сама трещоткой сорвали гаечку попускаем винт и вставляем щуп с этой стороны ставили щуп поджимаем винт и постоянно пробуем вот назад не идет чуть попускаем вот поджимаем поджимаем поджали до тугости и контрагаем гайк тем самым держим винт отверткой чтобы он не провернулся и перепроверяем зазор вот у нас туго ходит отлично впуск отрегулировали теперь берем щуп с размером 030 и переходим на выпуск перешли на выпуск срываем 3 щеточкой сорвали гаечку одну и срываем вторую гаечку вот сорвали две гаечки так само мы регулировали впуск теперь регулируем выпуск заводим сюда щуп попускаем регулировочные винты ставили щуп поджимаем винтик и пробуем зазор вот поджали об вот у нас туго вытягиваем щуп держим отверткой регулировку и ключиком на 10 поджимаем гайку есть гайку поджали и желательно перепроверить вот у нас тугенько он входит и выходит все теперь второй клапан так само поджимаем пробуем поджимаем пробуем об у нас уже вот туговато одеваем ключик и отверткой придерживаем винт и контрагаем гаечку законтрагали и проверили вот у нас туго все первый цилиндр мы отрегулировали переходим на второй по часовой стрелке крутим коленвал трещоткой и смотрим чтобы кулачки у нас смотрели так же самое друг на друга вот у нас кулачки второго цилиндра уже подходят еще немного проворачиваем вот и вот они смотрят как я вам показывал на первом цилиндре друг на друга перегулируем второй цилиндр клапана у нас ходят все все отлично регулируем второй потом так само третий и также сама четвертый я дальше не буду показывать регулировку всех цилиндров я вам показал один тоже со та же самая процедура второй третий четвертый отрегулировали все клапана 4 цилиндра все прошлись все теперь меняем прокладку клапанную крышку уплотнители колодцев тоже под замену уплотнители колодцев они такие как увеличенные маслосъемные колпачки железной оправки не забиваются сейчас покажу взяли мы вот каталожный номер виктор рейнс прокладку она идет полностью со всеми резиночками уплотнениями совсем все выбиваем сейчас отверточкой 4 колодца и будем забивать новые отверточкой из наружной части ставим на край масс все выбили 4 уплотнительных и теперь забиваем новые головочка на 30 четко подходит забиваем смотрим чтоб равномерно все садилось они забиваются до упора у них есть здесь подтай самолана чтобы изначально наперекосяк не пошло наперекос смотрим чтобы он ровненько шел и до упора добивает все уплотнители свежих колодцев поменяли теперь сейчас поласкиваем крышку и вставляем новую прокладочку ставим клапанную крышу как это сделать я вам показал как отрегулировать клапана как выставить кулачки не забывайте вытягивать головку с ключом с коленвала так в принципе все ничего тяжелого нет подписывайтесь на канал ставьте лайки с вами был саня механик всем пока